Мы с Ильей ходим по столу к Литхому, и у нас почти со входа пас охранник, не охранник, а, наверное, продавец здесь, то есть, ну, видимо, мы его, короче, клиентура, и он просто за нами ходил, на что Илья сказал, все, короче, мы сейчас вот сюда уезжаем, неприятно, как. А Илюша, вот выход, нет? Вот, на что мы решили, короче, что на нас это давление нельзя оказывать, мы давление на себя, не потерпим ни в каком виде. Присмотрели один уголок за 16 тысяч столб Литхоми, очень неприятный момент выбора, вот, насколько я там, да, вот, мне не нравится, что на меня давят продавцы, даже Илья, которому плевать, который большой, сильный, как слон, ему все равно, кто его там, ну, кто за ним ходит, даже Илья говорит, что он нас спасет, реально, парень за нами ходил. Как только мы оборачивались, обращая на него внимание, он хватал телефон и делал вид, что разговаривает по выключенному телефону. Я понимаю, что, да, всем нужен заработок, наверное, не на проценте от продажи, но если бы он за нами не ходил, вероятность была бы гораздо больше. Зарешили затариться продуктами в Ашане, а потом уже рванем дальше у нас хофф по плану и так далее. В Икее надо зеркало купить мне, Илюх, мне краситься не во что, хожу не накрашенная. Когда хожу по детскому миру, я так радуюсь, что все вот эти вот, ну, время вот этих бутылочек, сосок, стерилизаторов и прочей пойду для меня закончилось. Не знаю почему. Почему-то мне так хочется сейчас вот как можно быстрее квартиру привести к более взрослому виду, что ли. Какой свитер! С хвощиком! Я была в майке-кардигане, теперь я иду уже в другой кофте. Купили кофту, потому что мне было как-то, ну, некомфортно. А у нас сегодня большой день предстоит, поэтому решили перевоплотиться. Да? Да. А еще в Нью-Йоркере купили всякие, ну, интимные вещи вам показывать не буду. Купили штаны для дома, очень важно. Я вообще за красивую домашнюю одежду. А это были не домашние штаны, а обычные штаны, которые до этого стоили 1200, 1000. А сейчас стоили 600 рублей, что-то такое. Короче, для дома вот так вот. Мы как бы забываем, а главная цель – это уголок. Мы готовы распыляться на всякую ерунду, но ничего. Я надеюсь, мы его все-таки купим. В Ашане уже во все Новый год продается вообще все. Куча новогодней атрибутики, новогодние костюмы. Но впервые мне настолько некомфортно в Ашане, потому что везде стоят емкости, в которые льется вода, которая вытекает с крыши. У нас так в галерее вода текла-текла. Я вообще на самом деле потеряла селью еще. Вода текла-текла, а потом потолок обвалился. Поэтому мы его в бане. Посмотрим сейчас костюмы для Вероники. Нам же на елку идти в этом году. Тоже неплохие варианты. Но самый лучший вариант, чтобы нам бабушка сшила костюм. Вот то, о чем я говорила. Вот так вот весь, все залы перегорожены. Очень дис... О, какая принцесса. Прикольно. Все перегорожено, очень некомфортно. Мы быстренько сбежали из Ашана, потому что там, честно, страшно. Первый раз вот у меня такое в жизни, что мне очень дискомфортно. Сейчас Илья пошел разгружать свои наши покупки в машину. Я иду сейчас в Subway. Я хочу сэндвич с тунцом. Короче, когда я была беременна, я с ума сходила. Я очень хотела сэндвич с тунцом, но постоянно его не покупала, потому что я переживала, что это будет невкусно. И сейчас я иду, и я понимаю, что я умираю без сэндвича с тунцом. И у меня закрались подозрения. Не, шучу, конечно. Все нормально, насколько мне известно. Сюха, ну пошли, пожалуйста. Нет, я не пойду отсюда. Ты уже долго здесь сидишь. Я здесь хочу. Какая Мерлин. Ой, Мерлин. Одри. Пошли. И не пойду отсюда. Нет. Мы поели, поехали в торговый центр Озмол. Это очень далеко. 20 километров от того места, где мы были. Мы были в Меге. Сейчас мы едем в Озмол. Кто краснодарский, те понимают, какие мы расстояния преодолеваем. А нам еще ехать сегодня в Красную площадь. Значит, мы хотим зайти в Хофф. Посмотреть там некоторые вещи. Плюс мы хотим купить мне микрофон-петличку. Я хочу более красивый звук. Ну хотя наличие у меня микрофона-петлички вам ничего не гарантирует. Ведь наличие у меня света, софтбоксов, не изменило в лучшую сторону освещения видео. Правильно? Поэтому кто вам гарантирует, что звук изменится? Сегодня я смотрела видео Даши Трофимовой о безвкусных вещах на зиму. Там всякие платки, шубы с большими пуговицами яркими и так далее. И она записывала это видео без микрофона-петлички. То есть она просто сидит в какой-то комнате. Это очень неприятно слушать. И я знаю, что многие меня не смотрят, а слушают. Поэтому я думаю, что мне надо заморочиться над качеством звука. Случилась вообще дико неприятная вещь. Я такая скряга. И значит купили, я купила такую косичку с орехом пекан в Сабвее. Она продается только в Сабвее. Очень вкусная. И вся суть в орехе пекан. Я не то, что мне эта косичка нафиг была не нужна. Ну я говорю, Илюх, я съем пекан, а ты съешь косичку. Он такой, окей. Ну и все, поели мы. Значит я пекан поснимала. Там в таком, знаете, пакетике. Я пекан съела. Ну и все, что мы попили кофе, ушли. Я сейчас говорю, ну что, Илюх, как косичка? Он говорит, какая косичка? Я говорю, ты что, не съел косичку? Он говорит, нет. Я думала, ты ее, ты же ее сидела, ела, что-то лазила туда руку. Я думала, ты все съела. Представляете, целая вкусная косичка. Ну ничего, худее будем. Обратите внимание на мои шикардосные локоны. Я сегодня первый раз на... О, видите, залом. Я накрутила волосы на бегудюхе, только концы. И вот здесь бегудинка у меня заканчивалась. И вот он образовался залом, но все равно так, мне кажется, живенько получилось. Я сейчас как Вероника, знаете, когда вот тут вот макушка прямая, а концы завитые. Убираем уголок. Я уже сижу за вот таким, он мне очень нравится. Вот такой хотела, только в белом цвете. Сейчас я узнаю, есть ли он в белом цвете. И есть еще один, на который сейчас скидка, который сейчас стоит вообще 10 тысяч. Меня это тоже устраивает. Вот такой. Но у него нет короба, но и у того нет короба. Вот. И он нам проходит по размеру. Сейчас, не знаю, жду и бью, что он мне скажет. Если все устраивает, берем и едем. Потому что срок заказа моего уголка месяц. Это смешно. Я на заказ могу сделать такой уголок. Вот такой мне понравился. Но в светлом варианте. Но нет. Все, Илья, поехали обратно. В Красной площади. Ну, я, Илья, ищет парковочное место. Мы безуспешно 20 минут ездили, ничего не нашли. Вот ищем сейчас. Ну что? Все плохо. Краснодарские пробки дают о себе. Знаете, когда я снимала видео, по-моему, даже первое, о чем говорила, о краснодарских пробках. Потому что суббота, там 4 часа дня. И мы никуда не можем выехать, проехать. Вообще стояли очень долго. Вот. Я ни в уголка не хочу ничего. У меня жуткая мигрень. Сейчас найду аптеку, куплю себе лекарства и буду счастливым человеком. А пока все плохо. Вот такую футболочку. Она выглядит, как, я не знаю, прям чехол для танка. Вот такую футболочку купили в магазине Твое. Мне она очень понравилась. Такая вообще прям классная-классная. Очень какой-то, не знаю, интересный рисунок. И она почему-то хорошо сидит. На удивление. Даже на моей груди и на прочих моих выпуклостях. Также в Твое вот такую купили пижаму. Для меня это будет, на самом деле, домашний костюм. Приятный материал. Ну, что там, хлопочек. Он, конечно, тоненький. То есть, ну, так. Дома ходить пойдет. Вот такие штанишки. Очень тонкие. Мама сказала, что они очень быстро протрутся в определенных областях. Ну, посмотрим. Время покажет. И еще одни штаны. Вот такие в Нью-Йоркере купили. Они с карманчиками. Вот тут очень интересно. Это вот линия сделана. Обычные, зауженные немножечко книзу. Вот такие. У них классная подкладка. Они чуть теплее, чем прошлые. Вот так вот. Такая вот она, шуршавенькая. На них скидка была. Они стоили 1100. А сейчас они стоят, по-моему, 600 рублей. О, сейчас еще покажу. У меня тут просто, вот посмотрите. Для видео. Для видео стоит. Вот. Ну, тут я уже как бы спрятала, все испортила. Вот такой вот микрофон. Мне его подарила мама на Новый год. Это знаете, как в детстве. Это я тебе сейчас покупаю, но это тебе на Новый год. Так что у меня теперь крутой микрофон. Микрофон очень нам хвалил продавец в магазине. Сказал, что это, это прям, как же он сказал. Ну, короче, крутая вещь. И тут кабель к нему. Это петличный, да, обычный микрофон. К нему кабель 6 метров. Вот блогеры, вообще, кто снимает видео, меня поймут. Это очень круто. Так что, мама, спасибо. Кстати, да, у нас с вами уже прошла неделя. Все? Забрала мою славу. Кто пришел, иди проверяй. Иди проверяй, кто домой пришел. Так вот, у нас с вами прошла неделя. И если вы участвовали в моем челлендже, в нашем уже с вами челлендже. Я что, дверь на замок закрыла? Илю. Прошла неделя. Кто участвовал в нашем с вами челлендже, напишите, пожалуйста, был ли эффект? Вот у меня Илюха заметил. Он мне сегодня сказал, ты такая добрая была всю неделю. Но он уже все понял. Он влог посмотрел и понял, как бы, откуда ноги растут. А так, наверное, подумал, что любовника завела. И что-то скрываю. Поэтому напишите, был ли эффект? Замечали ли вы что-нибудь? Я замечала, честно. Дома стало спокойнее. Я понимаю, что половина проблем, это вот просто то, что, как бы, ну, кому-то нужно, эмоции свои держать под контролем. Кому-то это мне. Вот. На этом буду с вами прощаться. Влог получился. Какой получился? У меня, знаете, какой получается, такой получается. Вот. Очень сильно вас всех люблю. Мы с Вероничкой любим. А воздушный поцелуй отправишь, тетя? Пока-пока. Во-первых, Вероника на каблуках. Илья, нам нужно серьезно поговорить. Это как будто какой-то фокус, потому что я обожаю, когда он так выползает. Ах, да. Ах, да. Это как будтоegeon. К більこれ teraz как только девяк Syна. Как будто бы я научился.